О том, что Рено выпускает маленькую дешёвую машинку по имени Квит, большинство россиян не имеет никакого представления. Что, впрочем, легко объяснимо. Крохотные Квиты делают главным образом для Бразилии и Индии. В прошлом году специально для Китая автомобильчик перевели на электротягу, после чего он сменил название на Сити Кэйзи. Такие электрохэтчи там нынче отдают по 60 тысяч юаней за штуку, то бишь 700 тысяч наших рублей. А теперь, дабы выйти на европейский рынок, электрический хэтчбэк стал Dachi Spring. Цены на евроверсию придётся ждать около года, так как сначала машинки начнут отгружать только службам каршеринга. Учитывая нормативы старого света, малыш упаковали шестью подушками безопасности, системой стабилизации, ограничителем скорости и системой автоматического торможения. И это в базовом исполнении. Компакт массы меньше тонны оснащён самым дешёвым электрическим оборудованием. В частности, отдача электромотора скромные 45 лошадиных сил, а ёмкость батареи только 27 киловатт-часов. Заявленный запас хода по реалистичному циклу WLTP – 225 километров. Если этого мало, можно активировать городской режим. Нормативный пробег вырастет аж до 300 километров, но максимальная скорость упадёт до сотни, а отдача мотора ограничится 31 силой. И такая мощность электрической дачи напомнила нам о моторах советского запорожца, которые так и назывались – тридцатка и сороковка. В России рынок компактных автомобилей, можно сказать, отсутствует. Скорее всего, потому что ни один из автозаводов не предлагает модель класса А. Хотя долгое время недорогие машинки были единственной возможностью заиметь личный транспорт. Среди таких моделей первым вспоминается советский запорожец. Между тем, славный бренд празднует большой юбилей – 60-летие самой первой модели ZAS-965. Точная дата, когда первый горбатый покинул конвейер запорожского завода «Коммунар» – неизвестна. Разные источники считают днём рождения то 18 июля, то 30 октября, то 22 ноября. Причина такой путаницы в особенностях плановой экономики. В эти даты наверх уходили отчёты, что завод начал серийный выпуск автомобилей. Но по факту все запорожцы 60-го года были предсерийными и в продажу не поступали.